Добрый день, коллеги! Хорошо ли слышно? Видно? Попрошу ваши плюсики и для меня, не только для Татьяны. Отлично! Ну что ж, январь не закончился, а мы тут с книгами. Приветствую вас еще раз в новом году. Поздравляю со всеми прошедшими, наступившими праздниками. Несомненно, этот год будет лучше, чем предыдущий. Сегодня январский пул готовых книг получился у нас небольшим, но уже весомым. Несмотря на то, что в январе еще много-много дней, и мы абсолютно точно еще что-то успеем, порадуем вас. Но об этом я расскажу уже в феврале. Сегодня же я представляю вам готовые книги таких направлений, дисциплин и специальностей, как экономика, финансы, юриспруденция, информационные технологии, иностранные языки, история, психология, педагогика и многое-многое другое. Конкретнее буду рассказывать уже по слайд-дно. Итак, первая книга, о которой хочу вам рассказать, это книга, изданная в рамках экономики и финансов, основы финансов и денежного обращения. Это учебник. Он призван повысить финансовую грамотность населения. Знакомит он с базовыми понятиями по основам финансов и денежного обращения. Издание адресовано учащимся старших классов общеобразовательных учебных заведений, а также студентам средних профессиональных образовательных учреждений, обучающимся на экономических и смежных специальностях. Вот такое вот интересное издание. Следующая книга тоже в рамках направления экономика и финансы. Это «Эконометрика. Учебно-методическое пособие». Данное учебно-методическое пособие заинтересует тех, кто обучается эконометрики, науки, изучающей количественные и качественные экономические взаимосвязи с помощью статистических и математических методов и моделей. Образцы выполнения практических работ по курсу, задания для самостоятельной работы и тесты, вошедшие в это пособие, существенно ускорят процесс усвоения материала. предназначено это пособие для бакалавров и студентов средних специальных учебных заведений, экономических и других специальностей всех форм обучения. Также в рамках направления экономика и финансы были изданы две книги одного автора, поэтому вы видите слайд с двумя образцами обложек. В связи с тем, что в последние годы проблема финансовой безопасности стоит достаточно остро в условиях реализации инновационной экономики в России, учебники, которые наше издательство предлагает вашему вниманию, обретают особую актуальность, так как они формируют основные концепции обеспечения финансовой безопасности с позиций различных уровней, государственного, регионального и так далее, систематизируя различные подходы к ее обеспечению. Так вот, в первом учебнике «Финансовая безопасность» представлены теоретические материалы по разделам «Финансовая безопасность государства и регионов», «Финансовая безопасность предприятия» и «Аналитические материалы с примерами». Адресован он студентам вузов, бакалаврам и магистрам всех форм обучения по направлениям подготовки экономика, финансы и кредит, государственное и муниципальное управление, экономическая безопасность. Также будет полезен слушателям программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации экономических и управленческих направлений. Второй учебник «Финансовая безопасность государства и региона» адресуется студентам средних профессиональных образовательных учреждений, обучающихся по специальности финансы. Следующий слайд, который вылез чуть ранее, «В нетерпении. Экономика предприятий ресторанного хозяйства». В этом пособии изучены ключевые аспекты экономики предприятий ресторанного хозяйства, принципы его организации, эффективного управления. Книга эта поможет обучающимся по направлению подготовки технология продукции общественного питания. Поможет она чем? Получить теоретические и практические знания, необходимые в ведении ресторанного бизнеса. Много у нас книг в области экономики и финансов, но это полкниг, которые мы регулярно пополняем, так же, как и книги по, допустим, юриспруденции. Поэтому представляю вам еще одно весомое учебно-методическое пособие «Финансы предприятия». Авторы этого пособия поэтапно, тематически излагают теоретические основы финансов предприятия. В издании рассказывается о современной практике управления финансами, кредитовании. Успешному освоению материала помогут контрольные вопросы, задачи, тесты, размещенные после каждой темы. Адресовано оно бакалаврам и студентам СУЗов, экономических и других специальностей всех форм обучения. Смежная с экономическими дисциплинами, даже часть ее аудит. По этому направлению мы выпустили книгу «Аудит коммерческих организаций». Практикум содержит ситуационные задачи, контрольные вопросы и тесты по темам аудита коммерческих организаций. Для закрепления пройденного материала автор предлагает индивидуальные задания для самостоятельной работы студентов. Практикум этот будет полезен изучающим дисциплины основы аудита, аудит, слушателям программы подготовки к квалификационному экзамену на получение аттестата аудитора, а также всем, кто интересуется, собственно, вопросами аудита. Продолжая серию книг, посвященных таможенному делу, наше издательство предлагает вашему вниманию учебное пособие, в котором рассматриваются основные теоретические вопросы и практические вопросы по курсу «Таможенные платежи». Пособие адресовано студентам СПО и бакалавриата. Также оно может быть полезно для преподавателей, предпринимателей, специалистов по внешнеэкономической деятельности. Продолжая издавать книги в рамках этих же направлений «Таможенное дело. Внешнеэкономическая деятельность», представляю вам две книги одной группы авторов, они имеют одинаковое название «Применение таможенных процедур в рамках внешнеэкономической деятельности на таможенной территории Евразийского экономического союза», но одна книга – это учебник, а вторая – учебно-практическое пособие. В учебнике всесторонне рассмотрены основные принципы применения таможенных процедур участниками внешнеэкономической деятельности для успешного освоения курса «Таможенные процедуры» и формирования необходимых компетенций. А вторая книга является пособием-практикумом. Он призван помочь закрепить рассмотренные в учебнике принципы как базовые, а также поможет провести самопроверку сформированных компетенций. В общем, итоговый контрольный тест и глоссарий пособия станут важным подспорьем для обучающихся. Оба издания предназначены для студентов и преподавателей образовательных организаций, реализующих образовательные программы в области таможенного дела, а также практических работников таможенных органов. По направлению юриспруденция представляю вам монографию «Современные аспекты противодействия организованной преступности. Криминологический анализ». Актуальность этой монографии обусловлена усилением негативного влияния организованной преступности на процессы, происходящие в современном российском обществе. Автор провел комплексное уголовно-правовое и криминологическое изучение организованной преступности и преступного сообщества и разработал на этой основе рекомендации по совершенствованию уголовного законодательства в области ее предупреждения и борьбы с ней, сформировав тем самым комплексный подход к пониманию проблемы предупредительных мер. Такое серьезное представление этой книги, но совершенно замечательный автор Наталья Владимировна Кузьмина, удивительно красивая женщина, и то, что она занимается такими сложными вопросами, такими глубокими областями, это, конечно, поражает. Следующая книга тоже под ее авторством, «Уголовная ответственность за незаконный оборот оружия», это тоже монография, посвящена она комплексному уголовно-правовому анализу преступлений в сфере незаконного оборота оружия и применению уголовной ответственности за него. Оба эти издания и это и предыдущие адресованы обучающимся в юридических, социологических, политологических факультетах вузов, преподавателям, а также всем интересующимся проблемами предупреждения деятельности организованной преступности и в целом криминологии. Переходим к направлению информационной технологии и программирования. В январе мы посвятили много времени и, соответственно, получили весомый результат. Первая книга, которую хотелось бы вам представить, это «Основа веб-дизайна. Разработка, создание и сопровождение веб-сайтов». Информационные технологии, использующие возможности интернета, проникают в большинство сфер человеческой деятельности. Это понятно. Для того, чтобы создавать веб-страницы, необходимо знать язык гипертекстовой разметки и технологию их создания с использованием этого языка. Представляем вам пособие, которое окажет существенную помощь в этом направлении, поэтапно знакомясь с основами создания веб-документов, средств и методов их разработки и продвижения. В рамках направления, которое я уже озвучила, информационной технологии и программирования, следующее учебное пособие «Перспективные методы проектирования реляционных баз данных». В данном пособии рассматриваются основные понятия реляционных баз данных и перспективные методы их проектирования. Почему основное внимание уделяется именно реляционным базам? Это связано с тем, что они наиболее перспективны с точки зрения рынка информационных технологий. Это самое основное. Издание это адресовано учащимся средних профессиональных образовательных учреждений по специальностям организации и технологии защиты информации, информационная безопасность, причем информационная безопасность телекоммуникационных и автоматизированных систем, а также проектировщикам и разработчикам баз данных. Следующая книга «Мета-вычисления и их применение». В этой работе рассматриваются вопросы теории мета-вычислений. Это раздел «Теории и практики программирования», посвященный разработке методов анализа и преобразования программ за счет реализации конструктивных метапрограмм над программами. Автором анализируются различные результаты, полученные в теории и практике мета-вычислений. Издание это адресовано научным сотрудникам и студентам, изучающим методы автоматического преобразования программ. Следующий раздел, которому мы посвятили определенное внимание, это промышленное проектирование. Достаточно узкий, но тем не менее востребованный среди тех, кто обучается техническим специальностям. Примеры проектирования элементов приспособлений в Autodesk Inventor Professional. Это учебное пособие. В нем авторами предпринята попытка выделить из процесса проектирования множество рутинных операций, для того чтобы перевести эти операции на уровень исполнения Autodesk Inventor Professional. Это комплексный инструмент для промышленного дизайна и машиностроительного проектирования. Довольно сложная программа, и появление такого учебного пособия – это на самом деле наш долгожданный результат. Следующая книга, она издана в рамках направления строительства «Возведение зданий с кирпичными стенами». Это учебное пособие. Строительству мы тоже уделяем большое внимание. И это учебное пособие автор адресовал студентам средних профессиональных образовательных учреждений, которые обучаются по специальностям строительства и эксплуатации зданий и сооружений. Вообще, это направление довольно часто звучит в моих вебинарах, и это неспроста. Сейчас новые технологии, сейчас новые разработки, и говорить о них, и тем более писать о них – это, что называется, must-have. Должны все издательства, которые занимаются учебной и научной литературой. В этом пособии доходчиво показан весь технологический процесс и организация работ по каменной кладке при возведении зданий с кирпичными стенами. Не оставлены без внимания и экономическая составляющая, а также вопросы охраны труда. То есть это такое емкое учебное пособие в рамках узкой специальности. Как раз то, что мы любим. Переходим к более понятным нам направлениям – психологии. Я бы добавила еще психологии и педагогика, потому что в книгах, которые мы издаем, очень часто, не как правило, но очень часто, эти два направления тесно переплетаются. Начнем с учебного пособия психофизиология. Психофизиология. Ну, что о нем сказать? Желающим познать процессы, происходящие в нервной системе человека, когда он познает мир и усваивает информацию, будет интересно всем. Это пособие посвящено вопросам психофизиологии обучения детей. Именно поэтому я сказала, что о неразрывности в данном случае педагогики и психологии авторы рассматривают в данном издании возрастные психофизиологические особенности обучения, уделяя особое внимание трудностям, возникающим в процессе обучения и, в частности, влиянию дезадаптации первоклассников на развитие негативных состояний и стресса. Адресована эта книга будущим педагогам и психологам, и всем интересующимся проблемами воспитания. Вот будь эта книга издана в прошлом году, я бы своему первокласснику точно зачитала некоторые моменты. Следующее издание тоже в рамках психологии плюс педагогики. Возрастная психология и педагогика семьеведения. Это учебное пособие. По обложке вы видите сразу, для кого оно издано. Среднее профессиональное образование. В современном мире, когда значение семейных ценностей порой отходит на второй план, это учебное пособие обретает особую актуальность, потому что оно посвящено проблемам семьи и воспитания детей. Автор адресовал пособие студентам, обучающимся по специальности социальная работа, слушателям программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки преподавателям дисциплин, связанных с социальной работой, и всем, кто интересуется вопросами поддержки семьи и детства. Вот такие вот обширные адресаты. Следующая монография, которую хотела бы вам представить, это интерпрофессиональное образование будущих педагогов дошкольного образования. Настоящее исследование, а это именно исследование, монография, является одной из первых попыток осмысления и экспериментального изучения проблемы интерпрофессионального образования будущих педагогов дошкольного образования в ВУЗе. Издание это адресовано научным и практическим работникам сферы педагогического образования, студентам, обучающимся по педагогическим направлениям подготовки. В общем, такое всеобъемлющее. Я стараюсь вам рассказывать вкратце о каждой книге, потому что если говорить более подробно, а каждая из этих книг стоит того, чтобы рассказать о ней подробно, конечно, надо посвящать отдельный вебинар каждому изданию. Следующая книга по своей сути уникальна, и она распространяется не только на педагогику, даже, я бы сказала, не столько на педагогику, но еще и захватывает направление управления персоналом. «Цифровая образовательная среда. Важное условие подготовки квалифицированных кадров». Так называется эта монография. В ней, адресованной студентам, магистрантам, аспирантам и преподавательскому составу учреждений профессионального образования, рассматриваются понятия, сущность, структура и функции цифровой образовательной среды. Именно то, в чем мы сейчас так плотно варимся. Это все, в свою очередь, способствует формированию у молодых специалистов не только профессиональных и общекультурных компетенций, но и компетенций использования цифровых образовательных технологий. Отметим актуальность этого издания. Она заключается в том, что в нем изложены основные направления повышения качества профессиональной подготовки как выпускников учреждений профессионального образования, так и лиц предпенсионного возраста. Замечательный автор этой книги Карл Гасанович Кизимов в этом году отметил 80-летний юбилей, поэтому, я думаю, он точно знает, о чем пишет. Следующая книга – учебно-методическое пособие «Человековедение. Программа и методические материалы». Это учебно-методическое пособие адресовано учителям, классным руководителям, воспитателям, организаторам внеклассной и внешкольной работы и всем, кто интересуется вопросами духовного развития подростков и юношества. Автор этого издания, доцент кафедры педагогики Московского педагогического университета имени Ленина, исповедует точку зрения «Прежде чем учить других, научись сам». И отмечает, что книга ничего никому не предписывает, в ней отражены его мысли и личный опыт проведения уроков. Сейчас, когда очень много ответственности перекладывается на родителей, вот этот опыт, может быть, даже советской школы, он, конечно, был немного утерян. И о том, как на самом деле вести уроки, как организовать какую-то внеклассную, внешкольную работу. Все вот эти вот крупицы собраны в таком очень интересном учебно-методическом пособии. В общем, есть чему научиться. Следующая книга в рамках педагогического направления – это «Методика обучения грамоте», «Методика литературного чтения». Это учебное пособие для среднего профессионального образования, кстати. В наш век компьютерных технологий мы подчас забываем об элементарной грамотности, которая просто необходима в нашей повседневной деятельности. В свете этого данное учебное пособие будет чрезвычайно актуально. Оно содержит краткие тексты, лекции по методике обучения грамоте и методике литературного чтения в начальных классах. Вопросы для обсуждения, задания для самостоятельной работы студентов, списки литературы – все это в нем есть. Адресовано оно студентам средних профессиональных образовательных учреждений, как я сказала ранее, будущим учителям начальных классов. Не могли мы пройти мимо иностранных языков. Вы знаете, особенно та часть моих фанатов, которые постоянно ходят на мои вебинары. Английский язык, немецкий, французский – мы все-все в себя впитываем. Так вот, «Январь» – он в этом плане довольно скудный, всего одна книга, но зато какая. «Английский язык в профессиональной академической среде». На слайде вы не видите обложку, потому что я принесла эту книгу вам показать. Вот оно. Это учебное пособие, содержащее курс делового английского языка. Автор адресовал его магистрам гуманитарных специальностей. Книга эта поможет осуществить профессиональную коммуникацию в устной и письменной формах на английском языке для решения задач научно-исследовательской работы и взаимодействовать с партнерами в сфере профессиональной деятельности. Вообще, наша задача – выделить в любом языке вот эти узкие моменты. Поэтому много книг мы выпускаем на сложные темы, разбиваем. Бывает такое, что не просто мы, допустим, выпустили книгу в профессиональной академической среде, для нас это даже очень широко. Бывает такое, что мы используем, допустим, какую-то отрасль, в которой хотим издать книгу, касающуюся ее иностранной стороны, допустим, английского или немецкого языка. Так мы выпустили в течение прошлого года. И английский язык в сфере нефтегазовой промышленности, и в сфере судоходства. В общем, каждая из этих отраслей, не поверите, она имеет настолько обширную вот эту профессиональную лексику, которой мы посвятили целую книгу. Каждый из которых мы посвятили целую книгу. Поэтому появление вот такого учебного пособия, оно, собственно, не заставило себя ждать, чем мы очень гордимся. Еще раз показываю. Следующая книга выпущена в рамках направления «История». Это монографическое исследование «История об ЭХСС и экономическая преступность в России в XX веке». Интереснейшая книга известного историка Сергея Альбертовича Холодова, автора многочисленных статей об истории и деятельности спецслужб и правоохранительных органов. В это издание вошли очерки истории экономической преступности в нашей стране в XX веке и тех органов, которые с ней боролись, прежде всего легендарного «АБХСС». Книга эта издана для широкой читательской аудитории, написана очень понятным, интересным языком. Рекомендую ее почитать просто даже тем, кто вырос в Советском Союзе, кто застал разные его этапы. Очень интересно, как какая-то, знаете, темная сторона Луны. Но, тем не менее, об этом, наверное, уже надо знать. Вообще, мы стараемся касаться гуманитарных наук, в частности, истории, более плотно. Ну, вот январь у нас ознаменован только этой книги. И январский пул наших книг, подготовленных издательством Директ Медиа, в январе он на этой книге исчерпан. Но не до конца, поскольку впереди у нас еще целая неделя января, а это много. Вы видите, что за 10 рабочих дней мы выпустили уже очень много книг. Поэтому я надеюсь, что за оставшуюся часть января мы выпустим, ну, как минимум, столько же и по разным дисциплинам, направлениям и специальностям. Но об этом я вам расскажу на следующей нашей встрече в феврале. Напоминаю также, что мы издаем не только книги, у нас есть аудиоколлекции. Мы выкладываем это все своевременно на нашем сайте directmedia.ru, а также о всех новинках мы сообщаем в социальных сетях. Я надеюсь, что на этом вебинаре я смогла вас заинтересовать какими-либо изданиями, специально говорила не подробно о них, а в целом, чтобы вы выбрали то направление, которое вам интересно и которое хотелось бы иметь либо в своей библиотеке, либо в своем вузе, либо у себя на полке, друзья. Следующие мои слайды напоминают о том, какие у нас соцсети есть. Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук и наш замечательный сайт. Все это вы знаете и видите, но, тем не менее, должна я об этом сказать. Если у вас есть какие-то вопросы, я буду рада на них ответить. Если нет, то я с удовольствием жду вас всех в феврале. Я надеюсь, что мы сможем вас поразить еще больше, чем нашими январскими книгами. Вижу некоторые вопросы ваши, которые вы опубликовываете в чате. Действительно, можно у нас и опубликовать и учебное, и учебно-методическое пособие. Мы именно этим и занимаемся. Для связи вы видите сейчас на нашем последнем слайде есть все контакты. Так что, дорогие мои коллеги, с удовольствием пишите. Мы всегда рады сотрудничать. Ну, в общем, если больше нет никаких вопросов, то буду ждать вас в феврале, друзья мои. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok